Несмотря на то, что сегодня найти необходимую информацию проще всего в интернете, порой приходится задумываться о ее достоверности. Поэтому, чтобы получить сведения авторитетные, надежные, правильнее обратиться к проверенным источникам – книгам. Североморская централизованная библиотечная система насчитывает 13 библиотек, среди которых 7 городских, 4 детских и 2 сельские. Ежегодно ЦБС обслуживает более 37 тысяч читателей, а значит, нуждаются в ее услугах более половины жителей нашего ЗАТО. Библиотеки Североморска на сегодняшний момент очень достойно выглядят на фоне как Мурманской области и России, так и на уровне общемировых стандартов. Об этом свидетельствуют наши коллеги, которые приезжают с отпуска, приезжают из разных других мест, и наши читатели, впрочем, точно так же. В последние годы на ремонт, модернизацию, оснащение и интерьер библиотечных помещений денег выделялось немало. Руководство и специалисты ЦБС поставили перед собой задачу создать для читателей комфортные условия. С одной стороны, это маленькая хитрость, которая привлекает посетителей, заставляя оторваться от домашнего компьютера и протянуть руку к книге. С другой, дополнительное эстетическое воспитание, в особенности детей. Именно для них созданы игровые в читальных залах, где можно рисовать, тихонечко общаться, рассматривать интересные картинки. А в книжкиной больнице на Сизово ребята помогают ремонтировать книги. Даже выставка «Кукол» – героинь литературных произведений. Исподволь прививает интерес к книге. Когда в библиотеке красиво, когда в ней уютно, красиво оформлены полы, окна, залы, тепло, нарядно звучит, хорошая музыка. Ну и, конечно, безусловно, хорошие, грамотно подобранные фонды, прекрасная подписка. Мало кто что сейчас выписывает. Это очень дорогое удовольствие. У нас в этом году опять нам выделено средство миллион рублей на подписку на год. И поэтому, конечно, наши библиотеки сейчас значительно расширят ассортимент своих газет и журналов. И во многом это тоже, это же все работает на читателях. Кроме библиотекарей, которые встречают посетителей на абонементе, в библиотеках трудится множество других специалистов. В отделе комплектования и обработки осуществляется целенаправленный и планомерный отбор и приобретение различных видов изданий, отвечающих требованиям читателей. Библиографы помогают пользователям найти информацию по интересующим темам, консультируют по поиску в картотеках, каталогах и электронных базах данных. Одно из основных направлений работы информационно-библиографического отдела – краеведение, часть которого – создание соответствующей справочной литературы. В методическом отделе ЦБС осуществляется инновационная и аналитико-консультационная деятельность, практическая помощь библиотекарям. При активном участии сотрудников отдела проводятся рекламные акции, конкурсы, организуются обучающие семинары, круглые столы и другие профессиональные мероприятия. Особая гордость Североморской централизованной библиотечной системы – передвижная библиотека. Такой могут похвастаться немногие города России. Сотрудники сектора передвижного фонда обслуживают в неделю около 10 коллективов. Если у читателей нет времени прийти в библиотеку за книгой, значит, она будет доставлена вовремя, прямо на рабочее место. Несколько лет назад был создан сайт Североморской ЦБС. Это современный канал информации. Североморцы, впрочем, и не только, могут получить виртуальную справку, ответ на интересующий вопрос, уточнить наличие той или иной книги в фондах, продлить время пользования имеющейся на руках литературы. Это материально-техническая база, которую мы смогли за последние годы укрепить в значительной степени. И то, что на конец этого, уже 2012 года, из 13 библиотечных учреждений 12 будут отремонтированы, это показатель высочайшего уровня отношения власти вообще к библиотекам в нашем городе. Ведь это транслируется прежде всего на читателя, на рядового нашего гражданина. Библиотека бесплатная, библиотека социальных учреждений. 27 марта во флотской столице произошло значимое событие для всего читающего населения. Североморск стал северной столицей недели детско-юношеской книги. Событие это неординарное, доказывающее высокий уровень библиотечных специалистов в профессиональной среде. Быть работником культуры – большая честь. Мы наряду с педагогами сеем разумное, доброе, вечное. Ну а кроме того, работники культуры – это вообще звучит гордое. Потому что мы организуем в свободное время досуг наших жителей. И не просто его организуем, мы еще наполняем его очень большим духовным содержанием, делаем его богаче и ярче. Поэтому я поздравляю всех с праздником. Примите наши собственные стихи в подарок, написанные нашим коллективом. Желаем пушкинской удачи, желаем бунинской любви, чтоб алый парус не иначе встречать могли сегодня вы. Любить природу, как Есенин, ее, как он же, воспевать. И чтобы лермонтовский гений помог проекты продвигать. Мужчинам всем быть мушкетером, как завещал отец Дюма. А дамам с милым томным взором, как героиня пьес всегда. Всем радости Жуковского, Надежды Маяковского, щедрости Крылова, трудолюбия Лескова, долголетия Толстого. С праздником, дорогие коллеги!